Ниндя! Оооо! Парные турниры. Вроде идея офигенная. Берешь лучшего друга, набираешь с ним армию, так как нельзя в обычных сингловых турнирах, и идешь чистить морду таким же немытым задротом, как ты. По факту же парный турнир это в два раза больше споров по правилам. Постоянные обсуждения с вашим партнером о том, куда что двигать и куда стрелять, вместо того, чтобы этим заниматься. Парный турнир это обычно много очков. Много очков, много моделей. Много моделей и много времени на их передвижение. За этим легко забыть всякие мелочи, и не мелочи тоже. Много ошибок, много брака в игре. В общем, удовольствие сомнительное. К чему это я? Мы со знаком съездили на парный турнир в клуб Содружества на 2500 очков. Оба союзника могли набирать по полному фоку, чем мы, собственно, и воспользовались. Но изначально я хотел ехать другим ростером, ХСМ плюс демоны, и так как союзное крыло можно набирать по полному фоку, я хотел набрать много летающих монстров и полетать и жрать. Хотя, наверное, демоническое даже не союзное получалось бы, наверное, а основное, так как хотелось бы покидать по варп-штормам по таблице. Но знак играет за имперскую гвардию, поэтому план поменялся. Мы взяли трех драконов, в три вендетты, и на этом, к сожалению, мозг остановился. Хотели сидеть в своем диплое и стрелять, но как-то на оставшиеся очки ничего эффективного придумать было в этом плане нельзя. Поэтому мы решили особо не заморачиваться и просто ехать и лететь вперед. Я взял свои обычные два демона-принца. Он взял три химеры с мельтоветами. У меня бастион, у него мантикора, у меня комрилой, который помогает выходить драконом, у него астропат, который помогает выходить виндеттам, и офицер флота, который мешает выходить вражеским. Ростер, конечно, такой не очень, сразу мне он не понравился, но, тем не менее, давайте посмотрим, как он сыграл. И первый наш оппонент, оппоненты, имперская гвардия плюс темные ангелы. У нас расстановка короткие стороны, Big Guns Never Tire, четыре маркера здесь, здесь, и наши здесь, и здесь. Вот он. Так, рассказывайте. Да. Дима Лишер. Плазма ветерана Карапас Армор, Плазма ветерана Карапас Армор, Каманник, Астропад, Плазма, Карапас Армор. Лемон раз батлтанк, Вендетта, смельный рейтами в аутфланге, три шагалки в аутфланге. Скауты в резерве. Ландрейдер обычный, с мультимельтой. В нем сидят кнайты. Здесь Библик, с Ауспексом на байке и с полем. С ним три байкера с плазмами. Рена, в ней, значит, комби-мельты, обычная мельта и ласка. Три спидера с хэйболтерами и тайфунами. Так, у нас Бастион, четыре автопушки сверху, внутри Камандик с автопушкой, Астропад и Куфицер, значит, три химеры с мельтами, ветераны, Монтикора, два ДП, как обычно, и в резерве культисты, драконы, три виндетты. Здесь они что-то обсуждают. Как видите, оппоненты в целом плюшевые. Никаких особых угроз на первые ходы. Нет целей, конечно, для драконов, но теперь к драконам есть поддержка в виде виндетт, так что все эти коробочки повскрываются, и оттуда высыпят народ, который будет сожжен. Первый ход. Проехались чуть-чуть. Из ласки в химеру нет. В бастион откинули инвуль. Шаблон туда откинули. Тоже. Значит, потом все, кто здесь, стреляли в химеру, и ее брекнули в результате. Хотя много откидали мы каверов. Наш первый ход. Блины отсюда, два, отлично попали, убили одного парня. Огнемет тоже попал. Короче, четвертый инвульс тут нам накидали только так. После этого отсюда автопушки убили один лендспидер. И на этом, пожалуй, все. Как видите, основная идея ростера оппонентов в том, что тяжело баронированный кулак идет под прикрытием силового поля. Так что нам надо убрать эти мотоциклы первым делом. Второй ход. Вышла вендетта. Второй ход. Из резервов вышла только вендетта. Постреляла в Монтикору, попала два раза, не пробила. Здесь пацаны подъехали из одного болтера, поставили Маркуса на пол, расстреляли, убили. Потому что он упал сразу. Отсюда Монтикора первым же спаданием футы, Монтикор, Химе поставила парня на пол. Он откинул инвуль, когда приземлялся. После этого отсюда попало в него четыре ракеты, один хэви-болтер, была единица у нас одна, мы ее тоже перекинули на пятерочку. Вот так на шестерочку вру. Занижаю свой талант. В общем, Дзинч нас все не спасает. Четыре ракеты в лоб, не вопрос. Вот. В остальном убили одного Хавака шаблонечком от Демолишера. Не, от Лемон Расса. Демолишер мимо. Шаврал Лемон Расса. Кубы. Валю первые же два граунд-теста, но зато четыре ракеты в грудь в пофигды. Жалко Маркуса, ничего не успел сделать, но именно в этом и есть проблема Ростера. Теперь у нас всего один ДП. На второй ход, который мы решили пофейить максимально, на два плюс одна винда вышла только из трех. С Реролом Драконы два только вышли. Культистый. Этот бежал на один, этот бежаль на один. Вот, это попали вот туда. Вот, значит, пацаны с снапшотами нет, зато этот сюда попал два раза, вернулись два раза спокойно. Эти мы еще забыли походить, по чарджиться не достали, вот, поэтому он ничего не сделал с ним. И два огнемета отсюда уничтожили всех, кроме одного главного парня. Сейчас, кстати, мы прокинем еще за него горение. Да, я забыл сходить ДП. Объяснение этому можно придумать разное, но для себя я утешаюсь тем, что это был второй ход, самый критичный, когда у нас выходят резервы, много решений, там, драконы сюда, туда, вендетты, и я тупо забыл, он стоит рядом с этим дилдой. Ну, вот так вот бывает. Третий ход, отсюда душ, плазм, и мультилайзера, ничего откидали на були. Отсюда душ, плазм лазера, остались в двух лундах. Вот. Ласка рандомная, одна отсюда, бац, нет башки у дракона. Что еще хорошего? Унесли здесь вторым шаблоном наших пацанов совсем. И ХБ дострелял последнего. Вот. отсюда рандомная ракета в нашу эту вендетту, она умерла. И наконец ландрейдер разбил химеру, почарджили туда рыцари. Один умер героически, сбираясь в баронку, отряд умер. Вендетта, на которой я показывал, была вражеская, она ничего не сделала, поэтому про нее промолчал. Ну и кубы такие кубы. Два плазма душа, по три плазмы, шесть выстрелов, мультилазер, состоящий забытый ДП, всего лишь теряет две раны. Ну и какая-то рандомная ласка, стоящая фиг знает где ринки отрывают голову. Ракеты опять же тайфуновские снимают нашу. Вот так вот шестерки рулят в шестой редакции. Наш третий ход, опять вышла всего лишь одна виндетта. И наш последний дракон. Дракон суда Vector Strike снял один хулпоинт. Мельтами попали, но вернулись и ласками еще сняли хулпоинт. В одном хулпоинте осталось. Отсюда мельтые убрали ЛР. Мультилазер убрал одного Кнайта. Vector Strike убрал командирскую Химеру. Огнемет у всех выжиг. И пацан без головы убрал парня на мотоцикле, который раздавал инвой всем командирам. ДПшка дошел до этих самых спидеров, разобрал этот хлам. Мой партнер знак стабильно на 2 плюс выпускает по одной виндетте вход. Это мастерство. Ну, мы наконец-то убрали дурацкое поле, можем начать разбирать технику. И я смотрю, что ДП так или иначе умирает на следующий ход, обозревая вокруг, какие цели он реально может убить, и понимаю, что это, конечно, лендспидеры, с которых неприятно, еще 4 ракеты может быть выпущены, поэтому иду к ним, а Вервотча там нет, и понятно, что он их вынесет по-любому. Четвертый ход, вышли шагалки, одну рану нанесли ДП из плазмы, как раз одну добили, 4 попали, 3 на 0 откинули, 1 нет. Вот, остальные особо ничего никто не сделал, только вот это вот говно уничтожило наше замечательное здание, из него выпал командир и остропад только выжили. И здесь у троих, да, двоих унесло от того же шаблона. Ласка отсюда второй результат с апшотами снесла. Измель ты сюда ничего. Измель ты сюда ничего. У меня здание четверочки. Вот, пацаны бегут, пробираются, вышли к тому же снайпера. Много чего начинает происходить за ход, в конце хода это сложно все вспомнить, рассказать на камеру, так что приставание будет достаточно обрывочным. Из того, что можно добавить по этому ходу, вендетта вражеская зависла в ховере там, пыталась как-то встать по-разному вокруг нас, но так и осталась на месте, потому что нереально там где всунулся, высадила своих мельтоветов, они пытались убить нашу мантикору, чего у них не получилось. Четвертый ход, мы поуничтожили всякой фигни, сюда понавесили какой-то результат здесь, взорвали химеру, один остался, не бежит. Там мебелайзм, мебелайзм, да. Здесь взорвали ринку с пацанами, несмотря на то, что мы перебрасывали, один остался, убежал на 11, замер, огонь его не сжег, Солблейзм. Вот. Демолису тоже убили, здесь один остался, отступает, и там наши культисты подчарджились в снайперов, разменялись один в два, тень стоят, найти рядом. Мы по-быстрому собираемся, в общем, мы уничтожили здесь химеру, отступили пацаны, точку лидера, здесь врекнули танк, не скорят. Этот там стоит, наши точки скорим мы одну, здесь динает найти. Ну, короче, особо не важно, что происходило. Ну, действительно, не важно, что происходило. Кто-то там куда-то стрелял, бежал, все в дикой спешке, потому что не успевали, конец тура, слишком долго играли, слишком долго спорили, размышляли, и все такое. Ну, в общем, мы 13-7 выиграем, в основном потому, что держим единственную точку. Ну, и следующие наши оппоненты, это имперская гвардия плюс сестры. У нас релик, который лежит вот здесь, и Purge the Alien. Противники, сестры плюс ЭГ, Уэгэ, Платун, три химеры, автога, автокэнон, плюс мельта, командник с плазмой, четыре плазмы. Здесь девчонки с флеймерами, сестры, девчонки с чем вторая? С мельтами. С мельтами. Четыре хэви-болтера, мантикора, два арциста, и вендеты. Три? Три? Да, три вендеты. Из резерва также выходит Селестина с Серафимами и девчонки с четырьмя митками. У нас демоны прячутся за имфасом. Это прячется так. Культисты держат фланг от выхода девчонок и пацаны сидят. Все остальные куча ветеранов будет выходить с края стола и так далее. Снова не наш первый ход, снова нет ночи и в дуэли мантикор преимущество не на нашей стороне. Первый ход ракета одна отсюда сюда ушла на пять. Вот три автопушки сюда четыре армора все откинули. Ну, собственно, та же проблема, что и у нас. Кроме мантикора стрелять некому. Первый ход мои пацаны отсюда вылетели сюда. По буну накинули и терну Марксу. Вот. отсюда три ракеты пролетели все хиты. Все, что сделали здесь вторые результаты всякие поснимали холлпоинтов, оторвали пушку одну. Вот. Вот. Убили одну в литре. И автопушки здесь еще один холлпоинт сяли. Все. Да-да, у одного из демон-принцев один мастер левел. Он накинул себе буннов мутейшн и пытается что-то кинуть по таблице. Пока у него только eternal варьер. Это пригодилось против каких-нибудь фарсов, но противников их просто нет. Несмотря на то, что на 5 плюс выходят резервы, сестры вышли все, правда? вот с этого края семей-то вышли. Вот. Серафимы вышли здесь. Ничего особо не сделали, разбежались пока. Вот. И Ди Виндетта из трех. Без реролов дальше. Вот так на 5 плюс выходят оппоненты. После этого они тут ездили-ездили. Ди Виндетта не смогла сбить дракона. То есть Жбон Принца. Но зато здесь нам шестерок накидали, так что аннигилируются бедный догон. Что еще? А, ну и блинчик отсюда упал сюда, второй подвинулся и второй результат. То есть первый сделал. У меня есть одно наблюдение. В каждой команде есть человек, который кидает очень плохо и есть человек, который кидает очень хорошо. Попробуйте понять, кто в этой команде кто. Выходит Виндетта. Скайфайером стреляет Демон Принца. Ничего. Выходит Ринка с 4-мя мельтами летающего Демон Принца в хлам разбирает. У нас офицер флота, который дает минус 1 к резервам и мы на Варлорд Трейд тоже накидываем минус 1 к резервам. Итого у оппонентов на 5 плюс выходят резервы. Вопрос как они выходят? Естественно без одной Виндетты. Так, знак продолжает. Одна Виндетта у нас вышла и всего две пачки наших ветеранов. Зато три дракона и мои пультисты. Так, что мы сделали? Мы здесь одну перевернули в другую сломали измельть. Все, выжгли двумя драконами. Здесь дракон зафелил, убил всего лишь одну сирофимку. Огнемет двоих проранил всего. Они шестой бурет кидали. Да, молодцы, ребята. Пультисты нашли, убили одну пистолетами и прочерчить смогли на верующую убийцу на играх. Автопушки здесь оставили фу-поинт, оторвали огнемет. Виндетта сняла фу-поинт, что-то там. А просто фу-поинт сняла. И Маркус перевернул тачку, поджег здесь немножко герченок, поджег пацанов. Они, кстати, бегут от потерь. Я так понимаю, что знаку просто не нужно более одной виндетты в ход. Ну, действительно, так можно подумать, все хорошо обмозговать, решить, что делать. А три виндетты, зачем они? В три раза больше думать не надо. Но, тем не менее, мы наказали сестер, там, разломали направо фланги. Но, к сожалению, тот дракон, который далеко, я оставил там только один, и он должен был убить всех практически, там, даже, возможно, Селестину инстой убить. Он зафейлил, и вместо много убил одну. Вот. И сейчас они пойдут бить Матикору. Я попытался спасти хоть как-то чарджем культистов, но, к сожалению, два флеймера не дали дойти. Третий вход, здесь нам из пистолетиков расстреляли Матикору. Вот эти парни пытались тут кого-то убить, не смогли ничего. Вот, здесь бешеная стрельба со всех по Маркусу. Вот, он долго держался, но, тем не менее, все-таки убили. плазмы тут пушки, замечательный орган, две накинул, две шестерки попал, 5-6 на пробитие дракона, дракон испарился. Две вендетты, по одной вендетте ничего. Один экзорцист, два выстрела, труп. Один хорошо, другой плов. Наши вендетты все еще не выходят на 2+. Вот, вышел зато еще один танчик. Здесь мы перевернули тачку выжгли, осталось две бегут. Здесь выжгли еще двоих и здесь один от салблейза умер. Салблейза до сих пор всех убьют. Потрясающий пост. Перевернулась еще одна действия выпула. Нормально. Это вендетта пыталась убить вот эту сняла. Фулл Коин. Как вендетт у меня здесь понятно все выжгли. автопушки четыре добили одну вендетту. Культисты здесь убили одну девочку. Ну, видимо, знак устал. Вообще ему вендетты не нужны уже даже на 2+. Одно он поиграет нормально. Ну, а я решил не чарджить больше серафимок, потому что, собственно, Монтикору они убили и теперь выгоднее под чардж поставить культистов. Пусть они там еще посидят. Четвертый ход вышла вендетта и спарила попу дракона, который здесь стоял. Терратимки дожали культистов. Здесь экзорцисты, мельты и прочее уничтожили две химеры. В одной пять чуваков здесь они мы еще не поставили их стоят нормально. А еще семь отступают из дома. Девчонки отступают. Здесь сгорело еще два парня. Отступают тоже девчонка потухла. На четвертый ход у нас наконец-то вышли две вендетты. Одна перевернула наконец-то экзорциста, вторая попелила. Всего лишь глянь сюда. И третья, которая была, она перевернула здесь. Вернее, взорвала к чертям. Пацаны выпали. Сидят всего лишь осталось их немножко. Здесь перевернули. Хотя вот этот не сестра. Перевернули перевернули автопушками, выжгли драконом всех. Девчонки потухли. Здесь догорел последний пацан от Soulblaze. И с реликом отступаем. От точки отъехали, загородились культистами обступили. Под шумок ветерана на Химере забрали релик и Soulblaze в кои-то веки дожимает отряды. Удивительные вещи. Так, ну нам ожидаемо снесли один хулпоинт и вот это жопа убило моего последнего дракона. Что еще здесь? Убили одного всего лишь залпом. И Селестина заложила метабомбу сержантка там ее взорвало дом мои пацаны нормально выпрыгнули с креща а вот гешники все умерли под обломками. И наш пятый ход пацаны в хопу напихали Виндетти это ей напихала она упала вот здесь Виндетта перевернула вот эту коробочку Монтикору И парни здесь взорвали тоже последнюю командную химеру И мы выиграем 15-5 У нас релик и по киллпоинтам мы тоже впереди Хотя от меня осталась только пачка культистов и пачка хауков К сожалению драконам чтобы достать бейл флеймерами нужно лететь вперед А когда они летят вперед они подставляют свою тонкую задницу Ненавижу их тонкую задницу В третьей партии изначально все было против нас Во-первых два хороших опытных оппонента Во-вторых у них очень сильный ростер Имперская Гвардия и Эльдары Новые Эльдары это какой-то тихий ужас с их новыми серпентами И в-третьих я посмотрел не в то место Информация к сожалению о турнире в разных местах расходилась Организаторы почему-то были неорганизованные и в третьей миссии почему-то была указана расстановка опять по коротким сторонам Я удивился насчет этого но отнес это к удивительным ЕДЦ правилам которые применялись на этом турнире к сожалению это было не так расстановка была по длинным сторонам и это нам бы гораздо было бы удобнее для наших драконов но собственно сейчас вы все увидите сами как развивались события так у нас опять короткие стороны деремся за два маркера здесь наш здесь и еще пульс делья вторая миссия так рассказывайте что у вас 2 гидры 2 мантикоры 3 пустые химеры большой плоту 4 серпента с начинкой аутарк на байке в резерве 3 самолета и арт спайдер химмеры химмеры у нас как всегда химмеры бегут вперед дп прячутся мантикоры остальные все в резерве в первый ход наши демон-принцы пролетели значит этот мутейшн кино получил рану адамантиум уилл у него теперь вот отсюда блин сюда всего лишь мобилайз и третий результат здесь а то автопушки разобрали один серпент упало трое оттуда не запинились и немножко поумирало здесь ура наш первый ход и конечно же сразу кубы с залпа хавоков погибает серпент несмотря на свои поля которые на 2 плюс превращает пенетрейт в глянец 1 2 плюс завален и на результат я выкидываю шестерку из двух попаданий вот ну и бун офф мутейшн я уже натестился он играет примерно как я себе представлял я буду обязательно от четвертой силы пробивать пятую тофну всегда валить сейф третий с хиреролом единичек и получать какую-нибудь фигню типа adamantium will против ростеров в котором нет ни одного псайкера продолжаем первый ход отлетели подальше от нас и отбежали кто мог эти в вок ничего это разобрала здесь пацанов они выпали все нормально с ними из автопушек нам снесли но здесь парня и мантикоры одна промахнулась мимо бастиона другая оторвала хэви-боксер и первый результат навесили здесь отсюда много всего но наш принц даже упал на землю ни одной раны оппоненты оппоненты ожидаемо пятится играет осторожно выпускает в нас всю стрельбу которую могут к моему удивлению догон поддерживает много выпаданий третий армор насыпает без проблем мы неожиданно вышли всеми нашими флэерами три огнемета сюда один хулпойнт сняли отсюда и отсюда мы убили как я покажу примеры как а это сняла хулпойнт у мантикоры которые там значит дпшка огнеметом убил парочку чуваков и отсюда мы сняли два хулпойнта отсюда третий результат мы вдруг вышли всеми и знак не знает что делать с вами тремя виндеттами к сожалению не дотягиваемся не демон принцами потому что от нас отошли не драконами потому что мы играем неправильную расстановку ну там хотя бы три огнемета мы смогли пострелять в этот серпент и даже снять один хулпойнт второй ход вышло все на 4 плюс здесь куча всех расстреляли всех дп чертовой матери уничтожили нашу феймеру подзарвали пацаны вывались не запинились а эти лежат в пол от залпа платуна но зато по нашим флеерам никто практически не стрелял кроме какого-то негодяя который случайно снял один хулпойнт и здесь у нас к сожалению снапшотовы почти разрушили ну никак как разрушили короче все он сейчас стоит но остался один пацан который бежит спрыгнул вот и внутри остался только командир и астропат наш мантикор взорванную к чертовой матери вышедшими пауками нам прилетел какой дебил не ловим и джо ну собственно с гидрами мы разобрались поэтому наши флеера более или менее в безопасности вышли две вендетты но они в основном были заняты дпшками которые на данный момент больше всего угрожали в диплое врага ну и конечно куча стрельбы серпентов к чертям все химеры и поэтому у нас остались только наши флеера считай вот а две мантикоры разобрались с бедной башней и второй то есть наши мантикоры которая собственно ни одной мантикорной дуэли не выиграла за турнир мы тут вышли культистами чуть-чуть постреляли отсюда с таберами с автоганов осталось двое бегут вектор страйкеры взломали штуку побили пацанов один остался бежит с огнеметов в кучу сюда плату на сейчас прыжгли много и убрали две вендетты так четвертый ход нам самолет оставшийся плюс всякие кучи стрельбы убили одного дракона платуна по чарджил трех пацанов убил вот а венджеры по чарджили завязали пгшник один к одному вот блины убрали здесь один остался не бежит здесь остался один его добил вот этот и на этот момент получается что наземных угроз у нас уже не осталось и как бы авиация сама по себе но так как она уже прошла большую часть стола особо ей сейчас деваться некуда самые хитрые юниты естественно за нее проскочили тот автарх на мотоцикле вот и там уже ребята тоже в плату бежит вперед уходя из-под когтей драконов и лазок наших вендетт и сейчас им по сути кто сможет куда-то завернуть завернут а кто не сможет тем уходить в ongoing reserves и тогда если нас перестреляют уже никто не выйдет так нас все практически улетели остался один может быть всех не попал драконы по местной страйке последнего пацана отступающего убили а венджеров ну и нас вынесли наконец-то и всякие летуны и стрелы и дракона и как видите так и вышло наши летуны ушли и выйти не смогли ну конечно было сложно надеяться всего лишь на два самолета и одних вернее два отряда оставшихся на столе но тем не менее деваться нам было уже некуда что я могу сказать конечно серпенты просто страшные невозможно они насыпают тебе гору кубов причем все это на 3 плюс с реролом и там гигантская сила которая тоже получается что тебе и попали все и пробили все при этом еще поле игнорит ковер насыпает она 1 плюс до 6 кубов тебе вот и самое страшное то что это не хэви суппорт там или элит или еще какой нибудь ограниченный слот это дедикейтед транспорт то есть там трупса берет его и летает на нем и стреляет куда хочешь и это какой то тихий ужас что с этим делать пока непонятно в целом было смешно много странных кубов забавных ситуаций и как я уже сказал парные турниры в ближайшее время нет через неделю хочу пойти на тысячу очков хороший маленький турнир где все понятно ничего не забываешь короткие партии можно сходить поесть попить и еще всякой фигней заняться так что смотрите нас мы обязательно еще сходим поиграем а возможно даже какое нибудь видео для новичков сделаем когда все таки руки до него дойдут увидимся увидимся